Ну а в Москве стартовал этап гран-при по фигурному катанию. Как минимум в двух видах программы наши всерьез претендуют на победу. В короткой программе среди одиночниц Анна Погорилая занимает третье место. Лидерство среди спортивных пар захватили олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов. Последующие две строчки также заняты нашими спортсменами. У мужчин со вторым результатом короткую программу завершил Сергей Воронов, вторым идут россияне Елена Ильиних и Руслан Жиганшин. И в соревнованиях танцевальных дуэтов, конечно, прямые трансляции московского гран-при. Смотрите сегодня на телеканале «Россия-2» в 14.00 и в 16.10. Время московское. Прямой эфир «Панорама дня» по-прежнему на «России-2» в студии Светланы Милорадовой, Андрей Жиранков. И белые туфли Светы практически выглядят как фигурные коньки, поэтому сейчас о фигурном катании. Итак, на московском этапе гран-при во всех видах среди лидеров есть россияне. Это очень отрадно. В соревнованиях спортивных пар и вообще все три первых же места после короткой программы занимают наши фигуристы. Но, однако, главная интрига все же в танцах на льду. Потому что бывшие партнеры Ильиних и Кацалапов теперь в новых сочетаниях, в новых дуэтах выступают друг против друга. И получается, развод был громким, а в чью пользу он окажется. И так Ильяна Хозяхметова разбиралась во всех хитросплетениях этих фигурно-катательных интриг. Виктория и Никита, Елена и Руслан. В прошлом сезоне эти имена писали в другом сочетании. После сенсационного обмена партнерами Кацалапов и Синицына здесь, в Москве, впервые предстанут перед широкой публикой. Интриги добавляет и тот факт, что в очном соперничестве они сойдутся со своими же бывшими партнерами, Еленой Ильиных и Русланом Жиганшиным. Никите и Виктории предстояло выйти на лед первыми не только в рамках российского соперничества, но и всего танцевального турнира. Безусловно, это только добавляло волнение. К тому же в этом году для короткого танца обязательны испанские мотивы в музыке. А это значит, на льду должна быть истинная страсть, с чем мандраж не слишком-то сочетается. Мы еще сами по ощущениям не чувствуем, где можно чуть-чуть подышать, где можно прибавить. Так что такой прокат все равно получился. Именно с технической стороны немножко скомканным. Я думаю, оценки были такие, которые мы заслужили на сегодняшний день. Мы очень соскучились по соревнованиям. И просто хотелось выступить. Хотелось выступить чисто, показать все, что мы наработали, все, что сделали за этот короткий период. Но это очень хорошо, что они начали соревноваться. И очень хорошо, что хорошо выступили. Они выступили хорошо. На сегодняшний момент, на их готовность, они сделали все, что они могли. Дорожки шагов в исполнении Никиты и Виктории присвоили первый уровень. Поддержки второй. В итоге от судей 57,96 балла. Конечно, сразу же вспомнилась гран-при Китая и оценка дебютного танца Ильины Жиганшина. Она была на 3 балла выше, чем результат Кацалапова-Синицыной. Во время интервью выступали их бывшие партнеры. Благо, в смешанной зоне есть телевизор, с помощью которого можно следить за происходящим на льду. Не знаю, прям кусками смотрю, посмотрю на вас и на них. Надо целиком смотреть. Ну, вроде улыбаются, вроде классно проехали. Поздравите своих бывших партнеров? Конечно, поздравим. Костюмы в тех же черно-красных цветах, те же испанские ритмы. Но по эмоциям в этот день они превзошли всех. После их предыдущего старта в Китае прошла всего неделя. Но от усталости не было и следа, а была уверенность, скатанность и экстаз от происходящего на льду. Ну, уже на разминке чувствовалась вообще безумная поддержка зрителей. И очень хотелось, на самом деле, оправдать вот это вот, столько вообще эмоций было связано с нашей парой. И прям так поддерживались. Хотелось бы все идеально, на самом деле, сделать. И прям вот, прокататься в кайф, что говорят спортсмены. Это не первый старт. Было больше уверенности в себе. То есть, как первый шаг был уже сделан. Это, наверное, второй наш шаг. Если говорить о турнире в целом, Ильиных Жиганшин в коротком танце уступили лишь американской паре. Мэдисон Чок, Эван Бейтс. А вот в российском соперничестве опередили своих бывших партнеров более чем на 6 баллов. Кацалапов, Синицыной пока четвертые. В любом случае, оба российских дуэта выступят в одной разминке. А это значит, захватывающая борьба нас ожидает и в субботу. Леона Хазяхметова, Дмитрий Дудков, Москва.